Продавцы этой торговой базы не смогли оперативно найти ответ на вопрос сотрудников полиции, кому бы продавали скирт в таких объемах. Здесь же обнаруженный столь популярный в определенных кругах парфюм, явно не для наружного применения. Вся эта продукция с оптовой базы поступала в розничную сеть. А этот торговый ларёк располагается под самым боком у здания МВД. И несмотря на такое серьезное соседство, тут до недавнего времени велась нелегальная торговля спиртным. Причем не только пивом, но и напитками покрепче. Именно через сеть уличных ларьков реализуется контрафактная алкогольная продукция на основе разведенного спирта. В данном киосе мы уже проверяли, уже факты подтверждали, уже неоднократно все материалы для принятия решения были направлены в суд, но рассмотрение уже не первый раз удар. Продавец не стал открывать дверь проверяющим, явно понимая, что алкогольных напитков в ларьке залейся и никуда их не скрыть. Позвонила хозяину точки, очень скоро прибыли близкие его бизнесу люди. Немного пытались препятствовать оперативные съемки, но это никак не повлияло на намерение полицейских проверить содержимое киоска. Что и требовалось доказать. Запасы пива без комментариев говорят о бойкой торговле. Сейчас ларек закрыт, заведено административное дело на собственника и продавца бывшей торговой точки. Продолжение следует...